друзья привет сегодня у нас все еще 3 марта 23 года поздравляю с началом весны хотя в календарной весны и так что вы имеем мы имеем снять два моих фильма о которой я расшифровал свой каталог потом один товарищ который потребовал характеристик все что у меня из каталоги абрикосов слив так далее причем я был полной растерянности так как кроме фотографии как говорил код матроски в уши и хвост мои документы фотографии это мои документы посмотрели увидели по моему это лучше чем вот эти вот сухие таблицы мы увидели бы их в книгах эти таблицы которые не отражают ничего но это другой раз говорю так два фильма сняты моим каталогом почему только начал как и два фильма снятую здесь называется сайте самые результаты косточки черенки саженцы железовых чужих садах это слово чужие немножко режет слух третий фильм почему надо тот фильм моем каталоге чужих садах моем чужих моем чужих и так будет долго еще почему объясняю вот например письмо Натальи Засыпченой засвел мой патриарх абрикосы ровесник машинки то есть девочки которые заказывали патриарх абрикосы ровесник железова он ворачивает шикарно крути в себе активно делятся всеми наработками он убеждает прежде всего результатами что те методы садоводства которые повсеместно распространение кажется незыблемым подходит только для южных стран теперь я говорю даже для южных те кто то что они незыблемые даже ближе к странам не подходит ну вот большая часть из них она дам это Наташа пишет Наталья а нам надо по-другому посадка на ховном траге секретом он щедро расскажет и мечтает чтобы наша страна уступала в садах вот ну давайте смотрим дальше к сожалению здесь не открылось вот абрикосы от железова но ссылка не открывается хоть ты плачь я вот по всякому идем дальше в саду горелого персик осадский созрел в моем саду двадцатый год 2 и 2 сентября меня спрашивают когда у вас персик созревает у меня в середине сентября в конце сентября у вас как видите раньше ну в данном случае персик грамм восемьдесят а вот теперь я пока еще не вижу то ли садовец то ли черенок то ли с косточкой все закончился Сергей идет и зато он а нет это Александр Горелов и Сергей это следующий автор полюбовались посмотрели реальность реальность конечно не роскошная но когда от таких персиков кто-то от дикой зависти а была и злоба такая дикая злоба невыносимая что это за персики да ерунда все это это при том что если бы вернуть то самое время когда полетели первые самолеты только начали появились автомобили в России появилась автомобиль лада мечта любого мужика вы сейчас и на эту ладу смотрят и анекдот про них рассказывают вы считаете что автомобиль лада когда-то бы это предел мечта не было очередь я хочу это я лучший этот самый в общем один из лучших инженеров на линейке я железо получил талон и поехал в Триятию покупать ладу вот 21 06 вот считаете что у вас лада и так форум ну открывать не буду знать почему ниже уже расшифрованы и так Сергей 1368 это было значит что сейчас скажу вот это было ну там как называется вот форум форум и так из этого форума звучит следующее персик Хасанский от Железова в Саногорске заметьте от Железова прививка 2011 года представляете 11 лет назад прививку сейчас сделал на поросы вселивы учеба можем это если захотим ничем не укрывал сведет три года плоды созрели первый год сейчас ели прохожие не это умудриться на улице я сейчас покажу сейчас вы в шоке будете 9 мая кто-то выкопал рядом пару цветущих абрикосов а я уже догадываюсь как получилось дело в том что как получилось что абрикосы абрикосы чуть-чуть лучше знают наверняка украли бы и саженец этого же персика наверняка но не узнали абрикосы узнали и украли а человек посадил на улице смотрим сюда это уже рожай 15-го года здорово а сейчас внимание сенсация вот он мой персик прямо на улице растет вот вот как ты вот обошлось без этого без воростного ну почему да растет себя растет мало ли много дикоросов похожих да не видел ни персик живого подмосковь митином 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 здорово можем мы страну украсить ими так что даже воровать не надо будет митином так город смешно кроме перекупа никто не интересуется из местных было то есть он не может идти продать просыпайся народ пишет но обидно все таки это наша беда понимаете о себе скажу сегодняшний повозиться на пятом поколении появились плоды с абрикосов было просто на третий год пару плодов дальше по прогрессии груши обалденные особенно нравится коз привиты на айве ну айва до сих пор я стою айва ну натурально как дурак и скажите мне это яблоко яблоня или груши сейчас не знаю это прородитель который потом разошелся мокрые сырые районы пошла яблоня сухие груши айва не прижилась что корневая чистая к нашему климату привел получил результат учитель спасибо о чем сало как сало что их пробовать так ниже ткань статьяна верхушковый стейшет это очень-очень я только недавно я прошу буду перепотографировал с экрана а на самом деле то есть не так мне прислали фотографии и смотрим тайшет вот и знаете что такое тайшет вот есть песня про наших изыскателей геодезистов вот кошельников стопата журавлев и этими тремя названными станцией посмертно вот это которая это самая глушь сибирская самая глушь пожалуйста эта груша принята на рябине красная на рябине красная но я еще прервал на черноплодском нахожу никогда приполно сладкий натуральные груши сорт сочная там и тема и нарядная фирма это мой это сказать бренд итак убедились прививка на красоплодную вину мотайте на ус мотайте на ус дошли до абрикосов ё-моё тайшет при слове тайшет после того когда я узнал эту историю про самые глухие сибирские места где которые изыскатели погибли даже не добравшись опытные люди дальше внимание это два академика а за ними дикарь его не видно но видно зато вдоль забора сетки колодцы из покрышек они обрезаны где за лето схладируют растительные остатки с костными травами осенью ботву то есть компост а рядом с абрикосами небольшие покрышки там в соломе растет картошка то есть на свободной земле земля у нас удоблены местами под насаждениями а так глина гравий деревянная борта конечно здорово но дерево дороже дорогое приходится использовать покрышки это неплохое в общем покрышка складируется я понял то что потом назовем перегноем так академик ну не вижу что плоды были огромные сами понимаете но я его не обманывал эту семью они меня не обманывали то есть все эти академики но это было много много лет назад вы знаете это еще до цифрового фотоаппарата где-то до 2005 года смотрим дальше наверное это они но академиками сложно назвать а и конечно ваш академик изумительный вот хоть бы где-нибудь это было он так порадовалась нынче хотя и абрикосов было всего около 3 кг сравнили плоды с азиатскими наши а также ваши ничуть не уступают а если крупнее на укол случаев азиатских может что их немного на деле а что первые даже самим не верятся но в этом году он больше стал сложнее открывать стало вот вот это ямлони Антонока уже в возрасте вверх почти каждый год подмерзает поэтому плоды на нижних ветках на подпорках жалко с ней расставаться плоды хоть и кислые но ароматные долго хранятся полезное варенье изумительное дерево не укрывали никогда но Антонока никогда отличалась сладким вкусом она начинает пока осозревает во время ежки тогда и срабатывается кислота и появляется сахар а с той стороны вы знаете это наоборот с той стороны фотографии если вот так повернуть эта груша сарта богатая из питомника Миралеева сарте воском очень красивое компактное дерево плоды крупные красивые но невкусные вяжущие горчат думаю мы уже долго оставались на дереве раньше надо было снять дождемся из сезона если будут такие же то уберем дерево будет очень жалко укусенное время и занятое место которое так мало я вынужден сказать что именно этот питомник присвоил 8 моих фотографий там была и груша и яблоня и несколько абрикосов и сливы там были мои вот а так как у них при близнем рассмотрении не было обнаружено никакого сада ясно что они были на тот момент это уже давно было еще они сейчас исправились они даже фотографии мои с моего которые сделаны они даже свой сайт убрали так что это но это было тогда и что обидно если они они были перекупщики они где-то доставали и продавали вот пожалуйста ну как можно и до сих пор что именно самая большая проблема думать с грушами все что они выписывают просто умирает но груши достаточно умредостойкие она плод носит но есть то нельзя но почему плодопитомники если уже не не которые обречены но почему они обязательно если выживут почему они должны быть несъедом вот это бичи наши причем я я видел уже как вот груши на сайте не обязательно у меня украли бывает чаще всего но они уже видно на сайте сайт один тоже понятно а есть которые действительно соответствуют соответствуют то есть вижу что это невзрачный сорт она дубовая и вот пожалуйста фотографии и продают а те кто откуда знает что она дубовая больше страшно ну что посмотрели и что еще сказать про это самое еще я скажу про то что недавно я получил письмо с кем-то я общался кто-то у меня выписал косточки серенки что-то такое и говорит у нас есть два очень интересных сада сады просветающие там много интересных вещей они утверждают что когда-то много лет назад добыли у вас а я же не знаю кто может вот эти же вот мальчишка имеет прямое отношение годы-то прошли я говорю ну вы же их увидите то есть маленький город увидите увидите перейдите пусть если мое пусть пришли фотографии люди же не верят что в Сибирь это может расти вот видите мой академий вот видите ну тишина ну вот это некогда может считать не нужно с одной связываться с бывшим этим самым другом так железо персика железо не знаю так ну-ка попробуем нажать я уже не помню выскочит какая-нибудь фотография нет так пока не выскочит а это нижняя где тут написано опять какие-то железо все не получилось уже не первый раз такой случай проходит годы как-то она перестает открываться идем дальше Вячеслав Вячеслав Перетягин город Кирова смолик смолик а это адрес электронный фото первого рождения двадцатого года Киров прошу сам значит но пусть он скажет что если от усаженец Сергея Железова теперь пусть он скажет что они вкусные пусть он скажет что они вкусные не дается открыть но это мы уже поняли так пусть скажет что они не вкусные так Федосеев Владимир вот Ваше Валерий Корсадир здоровья долгих лет жизни ваше дело живет в Забайкале слева и ваши косточки так Забайкальский район Забайкале двадцатый год позапрошлый год ничего себе сказал я себе и думает если ты сейчас загляну я сейчас листаю я ничего этого не помню ничего себе ничего себе а персик же я персик ну как полидал пьете Забайкале я вспомню как забайкальский поначалу штыки вижу что сувенир выставка распутать нельзя эти плоды 67 грамм Забайкалье и забайкалье 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 света уже пошел следующий и дальше и дальний восток Ну что, когда-то за Байкальцией меня чуть ли не посылали, потом робкий какой-то звонок. Вы знаете, ничего у нас не растет, ничего не может, нас заклевали, задолбили, вот. Помню, это межрегиональная конференция в городе Иркутске, представляете, «Волосы зала» сняты на камеру и прислали мне ролик. «Волосы зала» на сцене директор Иркутского ботанического сада, ученый, ученый, настоящий, настоящий полковой, в смысле ученый. И вот ему вопрос. Вегетативной гибридизацией занимается садовод Железа, наш Сибирь. Вот. Как вы относитесь к его вегетативной гибридизации? Ответ. Научное сообщество вегетативной гибридизации не поддерживает. Вот. И пришлось нам идти сибирякам снизу. Знаете, мы как мыши в норах, только высунемся, щелк, щелк и опять в норах. Вот. Туда, где большая наука, нас не пускают. Вот. Ну, персик укрытый. О, я начинаю забывать фамилии. Это вот мой тёска Валерий. Это я резко тономную область расскажу. Мы всегда давно не общались. Ещё общались, когда с ними были там на этом и письмами обменивались. И писал мне фотографию. Сейчас. Ой, как стыдно. Всегда знал. Валерий, Валерий. А может, отзовется, может. На этом укрытие, письмой, на укрытие. Хрусталёв, господи, Хрусталёв. Еврейская тономная область. Валерий Хрусталёв. Татьяна Паниковская. Записи сады с Россией. Элеонора. А ну-ка, а при чём тут я? Да ничего сложного. Самое главное, посадить, где нет потопления, снеговой водой, дождями. При выходе, в коем случае, не заглубить, отаптывать снег, начали весны, обрести от ствола и всё. А при чём тут я? Рок, капатьё, мороз, той, чьевы. Да, делать регулярную обрезку, том числе укорачивающую, Синьянская область. Кослинский район, выручный скосчик. А, от Валерия Железова. Насчёт и вот плоды. Так, значит, я так понял. Это идёт переписка. Это где-то на сайте есть такие комментарии. И был комментарий. Хорошие советы. Перевывку не заглублять, отаптывать снег, отгрести от ствола. Мокрый снег, правильно? Вот. И, друг, читаю. Выручен из косточек, косточек, смотрим. Насчёт и вот плоды. Из косточек, ну чё? Дорого. Вот. А вот это к чему? Туда же или уже другая? Другой. А, нет, ну, раз у тебя нет, ясно. Это же вот отсюда же. Скорее всего, вот эта сельность есть. Но я всегда критикую. Моё, моё, имею право. Значит, такой штамп, если искусственный, ни в коем случае. Если это была побелка или покраска, ни в коем случае. Не надо делать. Потом трещинами покрывается после покраски. Дышать не может, задыхается. Вот. Дёрна мало. Ну, ну, нехорошо. Вот, вроде бы, наш человек, да? Вроде бы, умница. Вроде бы, как её? Элеонора. Или Паниковская. Или обращается к Элеонору. Вы поймите, нельзя приствольный круг превращать в этот самый. В грядскую, как она называется? В цветочку, это кумба. Нельзя. Ни в коем случае. Зарусить полностью и косить, 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 косить. И он сплошной. А тут цветочки посадили. Вы ещё с тяпкой породитесь. Вот клубника. Ну, как я вас отругал. Это, чтобы сказать, спасибо, вы меня, это самое, вы меня, это раскручивает. Чёртый год, косочек. Ну, не роскошь, но ничего. Вот за это отругал. Присторный круг, безобразие. Так, мы, это было, ну, когда это? Два-три года назад сделать фотографию. Для чего? Ну, реклама. Куда без неё. Вот. Не продашь, не поймёшь, что она-то не зря же. А это же отсюда. Сеянцы. Вот это Сеянцы. А потом, обратите внимание, сертификация, вот сейчас у меня начало марта, а две недели назад я сертифировал, пусть это старый подъёмник, но тут ничего не изменилось. Маленький урок, пусть это, это не совсем рекламный фильм, маленький урок о сертификации. Обратите внимание, это где-то, где-то. Это даже было раньше, потому что в 21-м году уже даты стояли, значит, ну, 19-20-й год. И видите, вот эти беленькие-беленькие хвостики, это корешки. Значит, в этот момент пора высаживать на грядку. Надеюсь, но даты нету, это правда был не тот. И надеюсь, что вы понимаете, что хорошо, если в этот момент, когда у вас такое будет, начинает проклёваться, и в этот момент земля таяла на полной полустыковой лопаты, на штуке его уже высаживать. Вот тогда полный успех. Так, это фотография одной из моих помощниц. Вот это называется сертификация, а потом пересылка. А потом пересылка. А потом вы достаете. Посмотрите, какие крупные окошечки. Видели? Достаете. Они не просто, они не сухие мы уже в этом. А уже достали из... Вот так, смотрите. Ну, конечно, не в это время, это разные даты. Разное время. Они могли уже месяц лежать. Месяц до такого состояния. Ещё несколько проснулись. Потом вот эти вот самые упаковочки и к вам полетели. Уже обычно это второй месяц. А вы получили некоторые уже. Вот так могли проплюнуться в дороге. Хорошо, что ещё собробов нет. Короче, чаще всего я рекомендую сухие выписывать. Но до середины февраля. Ваше челесие с плодами. Алексей Калюксей. Алексей Калюксей, знакомьтесь с человеком, который совершил революцию, укоренив мои шелковицы, веточки, зимой. Получил зимой. Получил саженцы. Довёл до плодоношения. Ещё раз. Я пока не про черешни, а пока про шелковицы. Дважды печатался в журнале «Наука и жизнь». Это великая честь. И в результате теперь у него созрели черешни городское родное. Ну, пусть это ещё начало пути. Вот она и есть городское родное. Вот. Но я отнёс это первая десятка садоводов-любителей России. Уж я-то знаю всех. Это первая десятка садоводов-любителей Алексей Калюксей Иванович. Вот. И опять всё началось с чего где-то написано «Чернок получен от вас». То есть от журнала. И несмотря на то, что серьёзнейший мужик, он называет себя моим учеником. Спасибо ему за это. Ну и что? Поживёт Челябинчик. Ну как? У нас есть чёршня? Ну, конечно, какие. Чёршневая. Ой, как дурили всё себе дикую несъедобную вишню. Называли чёршню и приучили ведь людей. И они так и продолжали называть чёршню. А у меня есть чёршня. А плоды есть можно. Что вы кисать? Да какая же это чёршня? Чёршня – это знак качества. Чёршня – это самосладость. Вот, пожалуйста. Если я говорил, что был момент на всей Сибири, несмотря на то, что питомники чёршню продают, саженцы, а сада у них нет. То есть они мошенники. они всю привозят, вам продадут, в сибиряком они назовёжут, и это всё. Деньги выброшены. Вот. Я говорю, во всей Сибири полтора сада. Он и непокойно вам подороборисуется. И у меня маленький садик. Вот. Это на всю Сибирь. Ну, мурал. Чуть-чуть теплее и перспективнее. Это филамент. Поздравляю. Третья серия надо заканчивать. Долго получается. Так. Семена от вас. Или это продолжается? Или кто-то другой. Сейчас. Семена от вас. Тех, что он отправил на подоград в прошлом письме. Она говорит из семян, из семян, которые на прямой подозначались. А это Павел Троценко, редактор моей книги. И он мне, а у него свой канал, он мне присылает. Интересно, когда попадает не прямой ко мне, а к нему. Вот. И вот наша переписка. Значит, семена от вас. Это я задаю вопрос. Смотрите. Железу. Впервые вижу. А я спрашивал. Скоро семена черки сажат. То есть, видя фотографии, я быстро чуть не умер. И вот он пишет. Семена от вас. Семена. Семена. Ну-ка. Семенцы. Ай-я-я-я-я. Ну что, дикарь? Я, знаете, я до сих пор уже года два прикалываюсь над этими самыми подружками. Агустинцы Тимирярик. Агустинцы Тимирярик. Агустинцы Тимирярик. Агустинцы Тимирярик. Агустинцы Тимирярик. Мне страшно. Ну вот. У Железова косточка стоит, так как-то было, тысяча рублей. Ну, чтобы меня опустить, достаточно одной фразы. А им-то верят. Одной. Ай, было две фразы. Первая. У Железова косточки стоят тысяча рублей. Там было 40 косточек тысяч. А стоит 40 убрать. И я опущен, как этот самый. Понимаете? Опустили меня. А вторая фраза такая. Из косточек Железова вырастут. Так как у него смешанный сад, еще раз повторяю это и буду повторять и самосмерти, потому что это антинаука. Из косточек Железова, так как у него смешанный сад, вырастут дички и жердели. И это все. И сейчас это есть документировано. И они уже и не рады, потому что выглядят, извините, есть такое выражение дурак дураком. Но от этого они умнее не стали и не извинились. Вот им дальше. Но это видеофотография от него же. Посадки. Может уже из этих садят кусочек. Светение. Сиенсы. Сиенсы. Ой, боже, ой, как вы опозорились девчата. Ну, как вы тимиряйчику опозорите. Я потом, я сейчас пока на этом закончу, все, да, на этом на все. А, во-во-во-во-во-во-во. Нет, закончу, а потом я покажу, о чем будет скоро фильм снят. Смотрите, сюда. А получилось так, что это попало не сразу ко мне, а через Троценко. А потом оказалось, что это мое. Косочки мои. Вот это чудо посадило на Градную Грязку 10 севян самых крупных, которые были для будущей привычки. Вот. И тогда возникает еще один вопрос. Господи. Давайте продолжим именно вот эту тему, да, на следующем, на четвертой серии. Почему? Мне сейчас надо перепрыгнуть, чтобы до конца разобраться с теми рядиками. Извините за эту, как это называется, свару. Вот. А все из-за вот этого, что из этих фразок. Это очень важно. Где она, фраза? Короче говоря, из семян. Из семян. А что такое семена на привой? Она хотела получить культурное или он, или она, сейчас не собираю. Получить культурное. Теперь с чистой совестью брать с ней черенки и привать нам эти. То есть, понимаете, ей уже черенки от меня не нужны. и тратить огромные деньги. Я поднял кракокалечие деревья, это 200 рублей за черенок, там уже абрикосы. Ей уже не нужны. У нее теперь свой сад. И это из семечки, вот понимаете. Вот. А так как темирежики меня опустили, я решил им отплатить как? Вот это внимание. Там, дарем, 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 дарем. Вот это Тимирядовская Академия. Вот это вот. Смотрите. Вот. Это их, как называется, садь. И здесь я отдельный фильм сниму, я об них ноги буду утерять, я буду пинать, я их ненавижу, потому что за огромные деньги, вот они, за огромные деньги, да, огромные, подчеркиваю, в нашей нищей стране, они берутся, не обрезать, нет, калечить деревья, по принципу, чем больше искалечим, тем больше вы нам заплатите. Заметьте, я заменил слово обрезка на калечение, и это будет отдельный фильм, потому что в нем сказано, что такие и меньше раны заматывать, замазывать нельзя. А для чего они сказали? Для чего это одно из условий обрезки? замазывать нельзя, потому что сделав на дереве 50-100 ран, им не хочется замазывать эти раны. Взять деньги, оставить из калечения дерева, извините, разволновать, чтобы пальцы обрезать, и не забинтовать, пусть в кровь. Вы понимаете, что творится? Ремонт дубел, который не надо ремонтировать. Обработка мест зараженных раком не надо обрабатывать, не рак виноват, а вы виноваты, колесе дерева, и так далее. Вот на этом я пока закончу, а потом будет четвертая серия, и мы все еще, мы все еще в начале пути, мы с вами третий фильм закончился, где-то пятую часть, вы представляете, что дальше будет, ребята, вот, а говорили, что в России это невозможно, представляете, а это по всей России расползлись мои костерские черенки и сахусы, а? Вы понимаете, что творится? Я уже должен это, пить молитол и завидовать моим ученикам, так получается? Сейчас возьму, у меня вебинар будет, где он тут, вот эту фотографию перефотографируют, надо напомнить, ребята, не верьте, нас с вами опустили, дальше уже некуда, вот он, вебинар, вот он, вот это мои груши, ну, еще сюда вставлю, вот, напомню, что, ребята, не верьте всем этим, и не верьте тем, кто чужими фотографиями учит вас работать в саду, калечить, и доказывать вам, что у них будут такие же, а фотографии с интернетом, все, это была лекция номер 3, вот, последний, как я говорю, в теле запоминается лучше, значит, я только закончил вторую серию каталог, рожевый каталог свой, вот, сколько раз я сказал слово из семечек, из косточек, сколько раз, вот, ходить такой сад, иметь, пожалуйста, плюс, заказывайте, семена, в первую очередь семена, а теперь я отключаюсь, извините за невольную рекламу, пау, медицинский, пау, шуевый, пау, шуевый, это нечет, но, это нечет, что это нечет, нечет, 中с, как и альбару,